Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 126. Он входит в состав 18-й кофизмы, которая составляет сборник из 15 песен восхождения. Сегодняшняя наша встреча записывается редакцией портала экзегет.ру в Московском Сретенском монастыре. В 126-м Псалме нет просьб о помощи, нет покаяния или словословия Богу. По своим учебным задачам он относится к литературе мудрости. На это, в частности, намекает слово «блажен» из 5-го стиха. Автор Псалма подчеркивает, что без помощи Божией невозможно ни дом построить, ни город защитить, ни вырастить хлеб. Но главное — это потомство. Дети — награда от Господа. Тот, у кого много детей, уверен за свое будущее. В силу того, что две части Псалма написаны на разные темы, высказывались мнения, что изначально они существовали как отдельные тексты. Доказать или опровергнуть эту точку зрения сложно, поэтому лучше изучать Псалом в целостном виде, в котором он до нас дошел. Самым обсуждаемым в данном Псалме является слово «дом», которое разные толкователи склонны понимать или как «дом Божий», то бишь «храм» или как «дом царя», «дворец». Если речь идет о царском дворце, тогда под детьми, о которых вспоминается в 3-5 стихах, можно понимать царских детей, а под возлюбленным из 2-го стиха указание на Соломона. Действительно, пророк Нафан при рождении Соломона дал ему эпитет. Во Второй книге царств он транслитерируется следующим образом. «Едидея», что означает «возлюбленный Господом». В Гаваоне Господь явился Соломону ночью во сне. В 126-м Псалме также речь идет о том, что Господь дает сон своему возлюбленному. В гимне нет никакого намека на восстановление храма после Вавилонского плена. Данный текст стоит особняком по отношению к предыдущим и последующим Псалмам. Поскольку здесь ничего не говорится о нападении врагов, никак не переоцениваются ошибки прошлых поколений, создается впечатление, что Псалом был написан в период процветания Израиля. Указание на Соломона в надписании гимна, как в еврейской, так и в греческой традиции, позволяет сделать вывод, что Псалом был написан самим Соломоном или, по меньшей мере, для Соломона. Как ни парадоксально, современная точка зрения, которая осмеливается датировать гимн периодом X века, нередко вступает в противоречие со святыми отцами, которые предпочитали датировать Псалом VI веком. Так святитель Иоанн Златоуст полагал, что восьмая песня степеней была написана по случаю восстановления стен Иерусалима, вернувшимися из Вавилона плена изгнанниками. Без помощи Божией невозможно не только освободиться из плена, но и восстановить стены и сохранить город. А блаженный Феодорит полагал, что под именем Соломона в Псалме подразумевается Заровавель, как ведущий род от Соломона и как обновляющий Соломоново дело, потому что пророческое слово приличествует не Соломонову построению, писал Феодорит, но совершенному Заровавелем по возвращении. Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский, как и многие иные отцы церкви, видели в строительстве дома и охранении его стен, в охранении стен города указания на восстановление Иерусалима в персидский период. Следовательно, при датировке 126-го Псалма они опирались на место гимна в сборнике Песнь Восхождения, без учета того, что заголовок был дописан гораздо позже составления самого текста. Рассмотрим детальнее стихи данного Псалма. Первые два стиха. Слово «дом» по преимуществу означает какое-то сооружение из глины, камней и кирпичей. В некоторых контекстах слово «дом» означает не только здание для пребывания людей, место проживания семьи, но и саму по себе семью. Так фраза «дом Аарона» обозначает священнический род, дом Давида – царскую династию, дом Израилев – весь народ как единую семью. За счет игры слов, которые, похоже, звучат, но имеют разное значение, «бонав» – строители из первого стиха, и «боним» – дети из третьего стиха. За понятием «дом» в данном Псалме мы узнаем намек на семью. Трижды употребленное слово «напрасно» в первых стихах подчеркивает мысль, что человеческий труд бесполезен, если он не соответствует воле Божией. Напрасно усердствует строитель, если Господь не участвует в строительстве дома. Бесполезна бдительность часового, если Господь не стережет город. Нет смысла рано вставать и работать до поздней ночи, трудиться в поте лица, чтобы заработать себе на еду, если это дело не соответствует целям Господа. Подобную ситуацию, когда человек много работает, но мало от этого получает пользы, Пророк Аггей описывает в таких словах. «Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Поздно просиживать, второй стих, значит, поздно присаживаться за стол, чтобы принять пищу в конце рабочего дня. Сидеть за едой было обычным делом, до того, как в еврейскую культуру принятие пищи проник греческий обычай возлежания за трапезой. Слово, переведенное как «сон», больше нигде в Ветхом Завете не встречается, окроме данного псалма. Некоторые экзегеты, понимая словосочетание, дают сон, как «пребывает во сне», «спит». Другие считают, что сон символизирует покой и тишину, безмотежность среди жизненной суеты. Так или иначе, слово «сон» противопоставляется не труду, а заботам и проблемам. Отсюда выразительный образ. Пока возлюбленный спит, Господь дает ему все перечисленное выше – дом, безопасность, хлеб. Это означает, что напрасная суета бессмысленна, поскольку Господь сам беспокоится о потребностях людей. Нужна не погоня за реализацией своих фантазий, а посильный труд с доверием Господу. Как говорил Иисус Христос, «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Об этом печется Отец Небесный. В синодальном переводе слово «возлюбленный» указано в единственном числе, что соответствует масорецкому тексту. Однако альтернативные еврейские рукописи септуагинта и сирийские переводы говорят о множественном числе – «возлюбленные». Следовательно, уже в глубокой древности слово «возлюбленный» относилось ко всякому верующему, а не только к одному Соломону. С таким словом апостолы обычно обращались в письмах к верующим в Иисус Христа. Первое слово из следующего раздела, начиная с третьего стиха, открывает наставление о детях. Оно служит иллюстрацией того высокого учения о соработничестве Господу, которое было высказано выше. «Иметь много детей – это счастье». Две половины третьего стиха являются синонимическим параллелизмом. Слово «дети» выступает параллелью для выражения «плод чрева», а «наследие» – для слова «награда». Наследием в Библии зачастую обозначается земельный надел или имущество, которое передается по наследству от отца к сыну или дочери. В данном псалме наследие является наградой, платой за труд, за верность Богу и добрые дела. Господь дает детей семье, дети благословения Божие. Особенным благословением у древних евреев считались сыновья, ибо они наследовали семейную собственность и фамилию. Бездетность, напротив, считалась великим позором. «Сыновья» сравниваются со стрелами идущего на сражение богатыря, потому что они являются гарантом безопасности семьи. «Молодые сыновья» – это не совсем удачный перевод выражения «сыновья молодости». Так в исходном тексте стоит выражение «сыновья молодости», которое является антонимом выражения «сыновья старости». Если сыновья рождаются, когда отец еще молод, значит, по мере его старения они подрастут и станут сильными, чтобы постоять за своего отца. В греческом переводе, по всей видимости, отразилась послепленная интерпретация псалма. Вместо фразы «сыновья молодости» переводчики написали «сыновья отверженных». «Отверженные» – это те, которых стряхнули. Для того, чтобы очистить одежду или обувь, с нее стряхивали грязь. Символический акт стряхивания праха с ног означал разрыв общения. Таким образом, славянская фраза «сыновья отрясенных» может означать детей, рожденных в период плена, в тот период, когда иноплеменники Вавилона не желали с ними общаться, разрывали общение. Колчан, полный стрел – это образ многодетной семьи. У многодетного отца в старости будут не только защитники, но и кормильцы. Несмотря на старческие немощи, он будет ощущать себя значимым в обществе человеком. Так многодетные отцы могут смело отстаивать свою точку зрения в суде, кто бы им не противостоял. Они не останутся в стыде, значит, не испытают позора поражения. Пятый стих. Открытое пространство у внутренних ворот города было местом разрешения всех правовых споров. Враги в воротах – это оппоненты в городском суде, решение которого принималось старейшинами города. Если у человека было несколько взрослых сыновей, он таким образом имел больше шансов выиграть в судебном споре, особенно если спор был жарким и переходил в потасовку. Псалом 126-й рисует семью, в основе которой лежат культурные и социальные предпосылки древнего Ближнего Востока. Здесь представлен патриархальный взгляд на место мужчины в общественных отношениях. В псалме нет упоминаний о дочерях или об ответственности сыновей перед матерями. Можно согласиться с тем, что роль женщины в политической и деловой карьере в древние времена, когда правило «мужская сила» была не столь значимой, как сегодня. Однако это не означает, что женщина в глазах Божьих считалась существом второго сорта. Рождение Иисуса от Девы Марии, которую потом человечество стало почитать как превознесенную над Херувимами и более славную, чем Серафимы, является ярким подтверждением тому, что для Бога одинаково дороги мужчины и женщины. Тоже можно сказать и о детях. Так, меняется уклад семейной жизни. Большие семьи нынче вышли из моды. Для того, чтобы справиться с оплатой иппадек и кредитов, сегодня работать в поте лица приходится и мужу, и жене. Некоторые считают, что иметь много детей в наши дни значит платить нищету, потому что зарплаты одного отца может не хватить на расширение жилплощади и достойное образование для детей. Однако, какие бы точки зрения на семью не существовали, семья по-прежнему остается основой общества. Общество, которое не дорожит семейными ценностями, со временем стареет и становится бедным. Дети являются более надежной страховкой на случай безработицы в пенсионном возрасте, чем любой государственный или коммерческий пенсионный фонд. Дети были и продолжают оставаться тем даром Божиим, который позволяет человеку продолжить род и закрепить свое присутствие на земле. Заповедь Божия «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, данная первой семье, по сей час остается в силе». Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...